Водителя серой «Шкоды» автоинспекторы поймали с поличным. Он подвез двух молодых людей, которые сделали заказ через службу такси и попросил за свои услуги 80 рублей. Как только клиенты покинули машину, к ней подъехал экипаж ДПС. А что случилось? На территории города Сывкара введен оперативный план такси. Выявляем таксистов, которые производят незаконный извоз. Есть у вас лицензия или разрешение на перевоз пассажиров? Довез просто, да и все. Просто довезли, да? Как я понимаю, нету? Нету, да? Понятно. Может, простите? В отношении у вас будет административное? Этого водителя силовики остановили на улице Свободы. Ни опознавательных знаков, ни разрешительных документов у таксиста нет. Хотя свою работу в одной из служб частных перевозок мужчина не отрицает. Можно? Нет. Ну, на машину я уберу просто. Уже оправа только нужна. Не, мы смотрим сейчас бы у вас, сначала по базам. В зависимости от того, есть у вас разрешение или нет. Разрешения нет. По закону таксисты обязаны получить разрешение на оказание данных услуг. Их машины должны иметь специальные опознавательные знаки – шашечки на крыше или дверях. Выявленных нарушителей инспекторы доставляли в подразделения полиции, где в отношении них составляли административный протокол. Кроме штрафа до 2,5 тысяч рублей, некоторым водителям даже пришлось распрощаться со своими железными конями. В ходе операции были возбуждены дела в отношении 19 нелегальных таксистов. Кроме того, изъято 3 автомобиля, наложен арест на них. И при передаче дела в суд будет решаться вопрос не только о привлечении к административной ответственности, а дополнительно о конфискации этих автомобилей. Или их конфискует в суд, или оставит у владельца. За неделю операции в Коми автоинспекторы проверили более 800 таксистов. Каждого третьего привлекли к административной ответственности. У 49 водителей не было лицензии на частный извоз. 30 человек не оформили полис ОСАГО. Еще 15 – в качестве индивидуального предпринимателя. Полицейские рейды продлятся до конца этого года. Госавтоинспекция призывает так называемых «бомбил» узаконить деятельность и выйти из тени. А жители региона сообщать о нелегалах через сайт ГИБДД или по телефону 02.